28 лет непонимания. Сотрудники управления отделов языков при Акиматах возмущены ситуацией с оформлением рекламных вывесок. Каждый квартал они выходят в рейды и постоянно находят одни и те же ошибки. Латиница еще больше осложнила ситуацию. Какие казусы чаще всего случаются и чем это грозит нарушителям, выясняла Людмила Батюшкина. Центральный рынок пестрит рекламой, поэтому и ошибок здесь много. Но администрация встречает проверяющих в штыки, запрещают снимать. Требует предъявлять претензии письменно и с доказательствами. Вы могли не заметить. Хочу рыбу. Хочу слово завлекающее. Это внутренняя вывеска арендатора бизнеса. Вы попросите, пожалуйста, что вы... Но это не изображение снаружи на улице. Надписи только на русском языке – самое распространенное нарушение закона. Часто встречаются грамматические или стилистические ошибки в надписях на казахском. Вывески и названия на государственном языке должны быть выше и слева, на русском – ниже и справа. Причём буквами одного размера. Большинство владельцев бутиков и магазинов соглашаются исправить ошибки. Хорошо. На государственном языке ещё надо повешать. Хорошо. Вот здесь вам рекомендационное письмо, но памятка для вас. Там написано, как всё должно писать на государственном языке. Ладно, мы внимательно почитаем и сделаем. Мы каждый квартал ходим, разъясняем. Но некоторые предприниматели подолгу не убирают ошибки. Говорят, что менять вывески дорого. У них нет таких денег. Борцы за чистоту языка требуют штрафовать предпринимателей. По словам проверяющих законом, наказание предусмотрено. Но сейчас действует мораторий на проверке. Поэтому всё, что им сейчас доступно – это профилактика. Вы знаете, я не верю, что всё исправится. Мы уже 28 лет боремся и никак не получается. Надо менять закон. Надо требовать от чиновников, которые следят, чтобы штрафовали. Тогда будут внимательными. Сейчас всё больше появляются надписи на латинице. Тут к ошибкам добавляется неправильное толкование или просто казусы при прочтении. Латиницу пока освоили не все. Часто путают шрифты или используют те, которые предлагались первоначально. К примеру, на этой надписи сначала букву «У» изобразили латинской «У», а она означает «Ы». Поэтому получился «Ыниверситет». Но на сегодня надпись уже исправили. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Будьте в курсе всех важных событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии и забудьте включить колокольчик, чтобы получать новое видео.